Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы сегодня с вами проходим 10 лекционную тему по предмету «Специальные измерения и диагностика на железнодорожном транспорте». И наша сегодняшняя тема называется «Определение основных параметров схемы автоматической настройки частоты». Сегодняшний план. Первый – схема автоматической настройки частоты, а второй – информация об измерительном генераторе. Генератор низкочастотное измерение, высокочастотные измерительные генераторы и генератор измерительный импульс. Чтобы измерить диаграмму на рисунке первой собрана, следующая схема. Схема называется «Автоматические настройки частоты», и он состоит из четырех частей. Первый – это SSG, второй – переходное устройство, третий – это саморез, четвертый – ламповый вольтметр. Автостарт SSG настроен на частоту ОСНК в цепи. При постоянном выходном напряжении SSG в зависимости напряжения или тока от напряжения или тока на выходе частотного детектора измеряется и наносится на график по прямой линии СВ и Д к зоне проводимости. Изменяя среднее значение частоты SSG 0 в обоих направлениях, определяется частотный диапазон, в котором поддерживается делительная частота. Становка Д предела захвата определяется точкой сбоя частоты. ССГ и запускается поисковая машина. ССГ сбрасывается с максимального отказа до минимального, чтобы определить диапазон частот захвата. Начальная промежуточная частота SSG установлена на ниже средней, а частота первая увеличивается до тех пор, пока поисковая система не перестанет работать. Затем система SSG сбрасывается на более высокую частоту. И когда такие измерения производятся путем уменьшения частоты F2, диапазон частоты вытягивания определяется следующим выражением. И график напряжения на входе частотного детектора показан в рисунке 2. Состав и функции генератора измерения. Многочисленные исследования полупроводниковых и интегральных схемных устройств часто испытывают потребность в генераторах, которые отличаются по частоте и форме от генератора сигналов, используемых в стандартных технологиях. В таких случаях в качестве генераторов сигналов используются различные радиоизмерительные генераторы. Они способны генерировать сигналы различной формы в диапазоне частот от десятков ГГц до доли Гц. Измерительный генератор по частотному диапазону генерируемого сигнала подразделяется на 4 группы. Первый – это низкие частотные генераторы. Второй – высокочастотные генераторы. Третий – генераторы сверхвысоких частот с коаксальным выходом. И последний – четвертый – генераторы ультравысоких частот с волнами выходом. По форме сигнала генерируемые измерительными генераторами делятся на генераторы гармонических колебаний, генераторы импульсов, генераторы помехов и сигналов, генераторы специальной формы, генераторы частоты колебаний. Генератор гармонических колебаний, высокие и сверхвысокие частоты дополнительно подразделяется на дополнительные генераторы сигналов и генераторы стандартных сигналов. Выходная частота SSG достаточно стабильна, а ошибки в установке невелика, отличается от других генераторов – точностью калибровки амплитуды выходного сигнала. Они также имеют возможность модулировать выходной сигнал. Для измерительных генераторов установлены следующие основные требования. 1. Частотный диапазон генерируемого сигнала. 2. Точность установки частоты, стабильность частоты, поддерживание его формы на пределе измерения входного напряжения. 3. Тип модуляции и параметр модуляции. Чтобы соответствовать требованиям к измерительным генераторам, они должны быть построены на основе сложной многоступенчатой схемы. Его обобщенная структурная схема, показанная на рисунке 3. Основная часть измерительных генераторов является генератор назначения, который определяет стабильность частоты, который рассчитывается из важных бараметров выходного сигнала. Обычно в качестве генератора в задачи используется LC-автогенератор, малый О мощности или генератор импульса периодически повторителя. 2. Второй важной часть измерительного генератора является преобразователь, который предназначен для увеличения мощности колебаний, поступающих с выхода назначающего генератора или для изменения формы сигнала. 3. В качестве преобразователя обычно может использовать усилитель мощности модулятор. 4. Устройство вывода выполняет функцию изменения значения выходного сигнала. Обычно это может быть делитель, напряжение, выходной трансформатор или эмиттер-отражатель. 5. Параметры выходного сигнала контролируются с помощью измерительного прибора. 6. В качестве измерительного устройства могут быть использоваться электронный вольтметр, измеритель мощности, измеритель коэффициент модуляции, осциллографические индикаторы и измерительные частоты. 6. Генератор низкочастотного измерения Низкочастотные генераторы используются для модуляции сигнала высокочастотных генераторов, калибровки электронных вольтметров, измерения частот использования метам сравнения. Эти генераторы иногда называют генераторами звуковых частот. Однако, частотный диапазон современных низкочастотных генераторов значительно шире, включая как ультразвуковые, так и инфракрасные частоты. Блок схемы низкочастотных генераторов показан на рисунку 4. 7. Генераторы задач или РС могут быть использованы в качестве генератора задач. Такие устройства используют двухступенчатый низкочастотный усилитель, который усилит напряжение и мощность в качестве преобразователя. Оба каскада покрыты цепочкой глубокой отрицательной обратной связи, которая снижает коэффициент неления и искажения при одновременном повышении стабильного усиления. 8. Устройство вывода часто состоит из адаптивного трансформатора. В качестве измерительных приборов используются различные электронные вольтметры, используя низкочастотные измерительные генераторы. Гармонически стабилизированные частотные сигналы передаются на различные радиоэлектронные устройства. Генераторы задач РС могут быть использованы в качестве генератора задач. Такие устройства используют двухступенчатый низкочастотный усилитель, который усиливает напряжение или мощность в качестве преобразователя. Оба каскада покрыты цепочки глубокой отрицательной обратной связи, которая снижает коэффициент неления и искажения при одновременном повышении стабильности усиления. Устройство вывода часто состоит из адаптивного трансформатора. В качестве измерительных приборов используются различные электронные вольтметры. Используя низкочастотные измерительные генераторы, гармонически стабилизированный частотный сигнал передается на различные радиоэлектронные устройства. В высокочастотные измерительные генераторы блок схемы высокочастотных измерительных генераторов показан на рисунке 5. В зависимости от природы, генерируемые импульсов генераторов импульсов делятся на генераторы импульсов непрерывного ряда и генераторы импульсов серии. В целом, блок схемы генераторов импульсов показан на рисунке 6. Генератор, гармонические колебания и генератор импульсов могут использовать в качестве генератора задач. В первом это генератор LS или RS, а во втором обычный генератор блокировки. Частота колебаний генератора на значение определяет частота импульсов. Импульс внешнего пускового устройства можно использовать для синхронизации работы генератора. В этом случае генератор задач переключается в режим ожидания при блокировке генератора или в режим повышения при наличии генератора гармонических колебаний. Спасибо за внимание.